Детство Детский поэт и писатель, прекрасный лирик и переводчик. Он умел собирать из простых слов волшебные истории, обучать маленьких читателей важным и полезным вещам, играющие с шуткой, приоткрывать для них чудеса природы и мир животных, рисовать яркие картинки словом и звуком. Добро пожаловать в чудесство Михаила Яснова! Как радостно утром сбежать по ступеням, забыв про уют с паровым отоплением, про стулья и стол, пылесос и диван, и носом уткнуться в мороз и туман. Как радостно видеть, что вновь тебе рады столбы и углы, гаражи и ограды, тянуть поводок, замышляя побег, и шкуру, как коврик, почистить о снег. Как замечательно Михаил Яснов играл в слова и со словами в своих стихах. В стихах, где тонко, звонко и прозрачно, весело и серьезно перекликаются голоса больших и маленьких людей, настоящих и игрушечных зверей, птиц и вещей, солнца, ветра, дождя, неба, деревьев и всего остального, что окружает нас. В его поэзии есть то главное, что помогает сердцу стать зорким и благодарным за все прекрасные дары жизни. «Посижу в шалаше за домом, прикоснусь на солнце к плющу, в перелеске насквозь знакомым под березовиков поищу, выйду в поле, схожу на речку, постою под большой сосной, поцелую дачу в дощечку, чтоб вернуться сюда весной». Фамилия Яснов очень подходит поэту. Сколько тепла, сколько добра умещалось в нем, сколько солнца в одной улыбке. Его стихи необыкновенно ясные. Ясные в двух значениях этого слова. Понятные, а еще светлые, чистые и добрые. Как жалко, что недели так медленно летят, и что, родившись, дети не сразу говорят. А то бы только-только я маму увидал, как тут же бы, как сразу спасибо ей сказал. За то, что я родился, за то, что я живой, за то, что вместе с папой идем сейчас домой, за то, что дверь откроем и знаем наперед, что мама напевает и нас к обеду ждет. Книги Михаила Яснова устроены так, как будто все тучи разошлись, холодный дождик кончился, солнышко выглянуло, и все вокруг стало цветным и добрым, а главное, интересным. Потому что у поэта даже в самом коротеньком стихотворении обязательно что-то происходит или неожиданно звучит. Сначала я обсупился, а дедушка насупился, потом я обтворожился, а дедушка встревожился, а после я обчаялся, а дедушка отчаялся. Тут мы под кран наведались и с тряпкою набегались, на самом деле здорово мы с дедом наобедались. Главным в своей судьбе детского поэта Михаил Яснов называет дружбу с писателем и поэтом Валентином Дмитриевичем Берестовым. Если я что-то научился делать в детской поэзии, то это все он и дети, которые подсказывают именно то, что нужно. На вопрос корреспондента журнала у книжной полки, что бы вы посоветовали начинающему детскому писателю, Михаил Яснов отвечал. Любить детей, любить родителей, любить библиотекарей, любить литературу, главное, любить язык. Очень внимательно слушать, что говорят дети. Много написать, прежде чем постараться опубликоваться. Уметь читать – это самое трудное. Уметь слушать. И, как любой ребенок, уметь счастливо удивляться. Что и делал с удовольствием всю свою жизнь Михаил Давидович Яснов и заражал этой радостью открытия мира нас, своих читателей. Родился Михаил Яснов в Ленинграде в 1946 году. Его отец Давид Иосифович Гурвич, уроженец Минска, участник Советско-финской и Великой Отечественных войн, до своего ареста в 1950 году был главным инженером Ленинградской мебельной фабрики. Мать – медицинский работник Елена Ильинична, родом из Казани. Михаил Яснов вспоминал. Пока учился в школе, ходил в литературный клуб «Дерзание» при Ленинградском дворце пионеров. Потом поступил на вечернее отделение филологического факультета Ленинградского университета, который окончил в 1970 году. Во время учебы работал в издательстве, пройдя все издательские ступеньки – от младшего грузчика до старшего редактора. Долгие годы посещал переводческий семинар Эльги Львовны Ленинградской при Доме писателей, откуда на всю жизнь вынес любовь к французской поэзии и поэтическому переводу. Михаил Яснов воспринимал детство как чудо. Оно отражено в его стихах. Детские игры и открытия, дела и тайны, и радости, и тревоги. Поэта чрезвычайно привлекало слово, его смысл и звучание. Одну из своих книг он назвал «Чудетство», уместив в неординарном звуковом оформлении несколько важнейших смыслов. В «Чудетство» откроешь окошки, счастливень стучит по дорожке, цветет веселютик у речки, и звонко поют соловечки. А где-то по дальним дорогам бредут носомот с бегерогом. Мы с ними в «Чудетство» скорее войдем, смешит торопинка под каждым окном, зовет нас глядеть за глядетство. Что там за окошком? Чудетство. Как говорил сам поэт, для него очень важно, как стихи звучат. Возможно, это внимание к чистоте звука привело Михаила Яснова на радио, где в начале 90-х он придумывал и вел передачи, связанные со стихами для детей и стихами самих детей. Поэтический букварь, сверчок и другие. В его стихах автор и ребенок слитого едино. И непонятно, кому принадлежат придумки, перевертыши, фантазии. С легкостью фокусника берет Михаил Яснов разнообразные непредсказуемые сюжеты из повседневной жизни и превращает их в веселую игру, обогащая виртуозной игрой слов и звуков, загадочными словообразованиями и пружинистыми ритмами. Первая книга Михаила Давидовича для детей «Лекарство от зевоты» вышла в 1979 году, а первая книга стихов для взрослых в 1986. С тех пор у него вышло около ста книг стихотворения и прозы для детей, а также свыше ста книг переводов детской литературы. Эти книги превратили Михаила Яснова в одного из самых известных и популярных детских поэтов. При этом он не ограничивался одними стихами, а составлял антологии, писал статьи, эссе. Кроме того, он встречался с педагогами, родителями, вел поэтические семинары и мастер-классы. Совершенно непонятно, как он успевал заниматься еще и переводами, сочинять стихи, участвовать в работе многочисленных литературных фестивалей, читать и рецензировать книги коллег, а еще регулярно встречаться с маленькими читателями. На улице тихо и жарко, дремотные липы цветут, в дирекцию детского парка зайду на 15 минут. Мне скажут, ну как, вы готовы? Не страшно? У нас малыши. Ну что вы, отвечу, ну что вы, они-то как раз хороши. Люблю первоклашек степенных, их классов приветливый вид, где солнечный зайчик на стенах от каждой улыбки дрожит. Люблю второклашек беспечных, их шум, их насмешки порой, и этих наивных и вечных вопросов неистовый рой. Люблю третьеклашек бывалых, расселись, хитры и тихи. Не раз я с восторгом внимал их историем. Вот где стихи. И есть неприметная глазу, отзывчивость, гибкость души. Все то, что к четвертому классу теряют мои малыши. Тот весело смотрит, тот хмуро, та щиплет соседку тайком. Все прочее – литература. И к ней мы сейчас перейдем. Михаил Яснов не только писал стихи для детей и встречался с читателями. Он находил время для работы с одаренными детьми в родном Петербурге. А еще очень много работал с молодыми авторами, разбирал их стихи и помогал издавать книги. Его школу так или иначе прошли почти все современные авторы, работающие для детей. В общем, он вел активную жизнь, которая отвечала его бурному темпераменту и общительному характеру. Михаил Яснов был не только поэтом для детей, но и серьезным взрослым поэтом и переводчиком. При этом ориентировался он не только на русскую поэзию, но и на французскую. Виртуозно переводил с французского Сиранода Бержерака, Шарля Бадлера, Поля Верлена, Артюра Рэмбо, Гийома Аполлинера. Стихи Михаила Яснова переводились еще и на английский, польский, румынский, финский, эстонский, латышский и другие языки. За последние 10-15 лет он неоднократно награждался орденами, памятными медалями, премиями и дипломами за лучшие детские стихи и лучший перевод французской художественной литературы. В детских книжках поэта живут хорошо знакомые нам ребятишки. Веселые, ласковые, непоседливые, задумчивые, наблюдательные. Его маленькие герои растут, познают мир, мыслят и, постоянно делая маленькие открытия, заявляют об этом во весь голос. Я расту, я рисую грозу, я помогаю на кухне, я учу котенка, я мою руки. Мыло бывает разным при разным, синим, зеленым, оранжевым, красным, но не пойму, отчего же всегда черный при черной бывает вода. Любимыми книгами Яснова с самого начала были «Азбука Маршака», «Чуковский». И самой дорогой книжечкой была книга Владимира Маяковского «Эта книжечка моя про моря и про маяк». Пока будущий поэт подрастал, он читал взахлёб разного рода приключения. Жюля Верна, Вальтера Скотта, Майнрида, Марка Твена, а ещё любимейшие «Кандуиты швамбрания» и «Льва Кассили» и огромное количество русских сказок. Так чтение с детства стало необходимым занятием в жизни поэта. Вот что сам он рассказывает о своей первой книге. Я очень хорошо помню первую свою книжку, первую книжку, которую врачил самостоятельно. Это была книжка Маяковского, это книжечка моя про моря и про марию. И, между прочим, с ней у меня связана первая неприятность, потому что, прочитав эту книжку, она была издана сразу после войны на плохой такой тёмной бумаге с какими-то некрасивыми картинками чёрно-белыми. А книжка-то про солнце, про море, про маяк, про свет. И я взял цветные карандаши и всё искалякал. И тот же получил колоссальную взбучку от родителей. Книжку надо любить, книжку надо беречь, книжку нельзя каляками разрисовывать. Так что у меня с этим ещё вот такая память. А что касается каких-то стихов, которые мне читали дома родители, был Некрасов, которого мои родители очень любили и довольно часто читали. Это я хорошо запомнил. Михаил Яснов вспоминал. В детстве, когда мама уходила в магазин за продуктами, меня оставляла около театральной тумбы, которая стала моей первой азбукой. Пока мама стояла в очередях, я водил пальцем по наклеенным афишам и учился читать. И вот когда я стал писать для детей, эти ранние воспоминания оказались очень важными. Я понял, что в детских стихах не обойтись без цветных звуков и больших букв. И теперь я стараюсь, чтобы в каждой моей новой книжке они встречались как можно чаще. Почти забытое словосочетание «художественный образ» можно смело поставить эпиграфом к любой странице стихов Михаила Яснова. Вот как я семью нарисовал. Мама – круг, а бабушка – овал, папа – треугольник, младший братик – этот замечательный квадратик. Как же я себя изображу? По бумаге перышком вожу, то туда вожу им, то обратно я. Получилось что-то непонятное. Уголки, неровные края. Мама, неужели это я? Да. Стихи Михаила Яснова адресованы детям разных возрастов, от самых маленьких – малышей до подростков. Для читателей первого возраста, как говорили в позапрошлом веке, мало кто нынче пишет, тем более пишет хорошо. Яснов – один из них. Был цыпленок весел, потому что весел, нагулявшись по дворам, ровно двадцать грамм. Был козленок весел, потому что весел, наскакавшись по полям, двадцать килограмм. Был китенок весел, потому что весел, нанырявшись по морям, двести килограмм. Цыпленок скачет по двору, китенок скачет по морю, козленок скачет по полю и радостно легается, потому что весело, чрезвычайно весело весить ровно столько, сколько полагается. Встречается в стихах Михаила Яснова и другая интонация, ироническая. К нам приходит людоед. Говорит, большой привет. Как живете, можете? Что жуете, гложите? Говорю ему, дружок, я не пончик-пирожок. Коль зашел, чего стоим? Проходи, поговорим. Как живете, можете? Что жуете, гложите? Ты не сносен стал совсем. Столько есть различных тем. Краски, кубики, кино. Проходи. А он одно. Как живете, можете? Что жуете, гложите? Так, сказал я. Ну и гость. Вот, сказал я, это гвоздь. Я друзей своих люблю, но зануду уколю. Людоед стоит в двери, весь внимание. Не волнуйся, говорит. До съедания. Яснова поэта всегда занимала загадка языка. В своих стихах для детей он бесконечно играл со словами. В них жили маленькие удодики, которым быть удоднее всего. Мамонты и папонты. Но даже во всех его стихотворных шутках царило слово. В его озорном детском мире были дразнилки, приставалки, считалки. Цыпленок – курочкин. Утенок – уточкин. Щенок – собачкин. Жеребенок – клячкин. Барашек – овечкин. А я – человечкин. Детские характеры раскрываются порой через одно слово, которое благодаря своей многозначности создает емкий образ. Семен портфель несет в руке, Павлуша – двойку в дневнике. Сережа сел на пароход, морскую вахту он несет. Андрюша ходит в силачах, рюкзак несет он на плечах. Задиру Мишу Петр побил, несет потери Михаил. Степан не закрывает рот, он чепуху весь день несет. Умение передавать воспитательные идеи весело, без пустого и напыщенного поучения. Качество, особенно ценимое детьми. Современные дети – ярые противники всевозможных указаний. Они сами должны дойти до нужного вывода, который взрослый может им остроумно подсказать. Как частенько это делает Михаил Яснов. Все разбросано, смято, искомкано. Это чья работа? Котенкина. Все изгваздано, все запачкано. Это чья работа? Собачкина. Появляются дома с потемками два создания – Собачкин с Котенкиным. Что не вечер, весь дом ходуном, да никак не застать их при том. То ли я их ищу не умело, то ли мне подождать недосуг, то ли все-таки в том-то и дело, что не лап это дело, а рук. Иногда детские мысли, если они расцвечены авторской иронией, превращаются в чудо лирической поэзии. Мы птиц проходим, все как есть, строенье, оперенье, и что и сколько могут съесть, полет их и паренье. Мы птиц проходим, а они, они нас пролетают, глядят на школьные огни и знать про нас не знают. Живут среди ветвей густых, своих птенцов выводят, покуда школьники про них каракули выводят. Вот если бы, наоборот, летали мы на воле, тогда они бы круглый год нас проходили в школе. О чем болтаем, что зубрим, что в переменку съели, с кем подрались, а мы бы им чирикали и пели. В стихах Михаила Яснова громко звучит щенячья, кошачья и разная другая радость, которая сливается в одно большое веселье, заразительное и неодолимое, как, например, в озорном и проникновенном стихотворении «Свинка заболела» из замечательного цикла «День открытых зверей». Как-то я гулял в лугах, вижу свинка в облаках, в синеве за дальней далью тает розовой клубничкой. Понял я с большой печалью, что болеет свинка птичкой. Михаил Яснов говорил, «С годами дети, конечно, вырастают, но сам по себе ребенок изменяется мало, поэтому я всегда ощущаю рядом с собой моего читателя. Ему пять или семь или девять лет. И когда он тянется к телевизору или компьютеру, я ловлю его руку и вкладываю в нее книжечку, которую, в отличие от компьютера или телевизора, можно понюхать, полизать, полистать и прижать к сердцу». «Пахнет варежка лошадкой, я в нее уткнусь украдкой и припомню, как с лошадкой поделился шоколадкой, сладкой, маленькой и хрупкой. На, пожалуйста, похрумкой». А вот в лиц опрос от Михаила Яснова. Почему бывает скучно? Потому что нет под рукой хорошей книжки. Что такое верность? Это такое качество души, с которым, преодолевая трудности, становишься счастливым. Три ваших желания при встрече с золотой рыбкой. Выучить три новых языка. Михаил Яснов однажды сказал. «Как говорил мой друг, петербургский поэт Сергей Мохотин, главное чувство детского писателя – это ощущение абсолютного счастья. И это так. Потому что если ты несчастлив, ты ничего не сможешь написать. А что же такое счастье по Михаилу Яснову? Вот я уже дорос до лет. Я прожил дней не сосчитать. Теперь я знаю, счастье – это приткнуться к маме и читать». К сожалению, последняя книга Михаила Давидовича для детей «Просто чудо, а не я» была выпущена уже без него в декабре 2020 года. «Везет меня лошадка, в далекий край везет. Там всем живется сладко, без горя и забот. Ах, в том краю незримом, не знавшимся с бедой, все трубы пахнут дымом, все очаги едой. Везет меня лошадка сквозь годы и года, но я забыл откуда и позабыл куда. Туда-сюда лошадка везет меня опять, что наша жизнь загадка, попробуй разгадать». На студиях звукозаписи записано и выпущено большое количество пластинок, кассеты, компакт-дисков со стихами Михаила Яснова и песнями для детей. Давайте послушаем «Звериную колыбельную» на музыку Григория Гладкова. «На улитке круглым мячиком спит кузнечик на стерне, муха дремлет на стене. Гусеница на заваленке прикоронула и молчок. «Засыпай, и ты, мой маленький, мой бессонный светлячок, Паучок вздыхает, вертится, Светлячок взлетает, светится, Чтобы сны в полночный час Были светлыми у нас». Одним из самых известных произведений Михаила Яснова является стихотворение «Чучело-миучело». Благодаря одноименному советскому мультфильму, созданному режиссером Инессой Ковалевской, Приятного и веселого вам просмотра! » Утро начинается, начинается Доброе утро! Доброе! Хотите, спою? Веселее работайте! Давай! Эгра начинается, начинается Эх ты, чучело мяучило! Утро начинается, начинается Ах ты, чучело мяучило! Ах ты, чучело мяучило, вот я тебе покажу, споем! Мяу! 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 КОНЕЦ ПЕСЕНКУ ЗАПЕЛА Всем кругом от чучела Более смыть и тошно Потому что песенка у него про то, что У него, у него, у него Про то, что чучела милучила На трубе сидела, чучела милучила ПЕСЕНКУ ЗАПЕЛА Всем кругом от чучела Более смыть и тошно Потому что песенка у него про то, что У него, у него, у него про то, что Чучела милучила на трубе сидела Ты кто? Чучела милучила А почему ты плачешь? Ты поешь такую грустную песню Мне хотелось спеть другую, веселую Чтобы всем помочь, а никому не надо Этого не может быть! Начни еще раз! С самого начала С самого начала Утро начинается, начинается Город улыбается, улыбается ПЕСЕНКУ ЗАПЕЛА Открываются окошки Разбегаются дорожки Дрога клапая в ладошки За перезуборка сяди Раз, два, утро, три, четыре, пять Приходи играть, приходи играть Вместе с нами приходи играть Здравствуй, утро! Город улыбается, улыбается Солнце поднимается, поднимается Мы на солнечных качелях Проходиться захотели Прямо в небо полетели Вперед навстречу солнцу Раз, два, солнце, три, четыре, пять Приходи играть, приходи играть Вместе с нами приходи играть Здравствуй, солнце! Солнце поднимается, поднимается Детство просыпается Всюду радостные лица Вместе будем веселиться Целым миром погружиться Поможет наша песня Раз, два, утро, три, четыре, пять Приходи играть, приходи играть Вместе с нами приходи играть Здравствуй, утро! Три, тварь! Треба! Раз, два, утро! Три, тварь! Три, тварь! Субтитры создавал DimaTorzok